Дорогие друзья, я рад вам приветствовать встрече, которая проходит через пару дней после завершения мероприятия в Астане, о котором мы расскажем поподробнее. Дорогие друзья, я рад вам приветствовать встрече, которая проходит через пару дней после завершения мероприятий. Дорогие друзья, я рад вам приветствовать встрече, которая проходит через пару дней после завершения мероприятий. Во-вторых, в Астане был сделан очень важный вывод о том, что ассирийский конфликт не имеет районного решения. В-третьих, был подтвержден режим прекращения огня в соответствии с соглашением за 22 декабря. И был создан трехсторонний орган между Россией, Турцией и Ираном для контроля за соблюдением этого режима и расследования на душах. И, в-третьих, было подтверждено решение людей, которые продумали решение в сторону. Я думаю, что это было четко заявлено, что усилия по подтверждению политического регулирования, которые предпринимаются на площадке Астаны, будут вкладом в общесирийские переговоры на платформе «Женевы» под экидой организации «Женевы» в соответствии с резолюцией СССР-безопасности 2020. И я рад, что даже само объявление о встрече в Астане, о том подготовке к этой встрече и ее проведении, уже послужили стимулом для наших коллег в Организации Соединенных Наций, немножко активизировать свои действия и все-таки объявить о разобновлении межсирийских переговорах «Женевы», хотя вновь эта дата была перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца. И я рад, что советую о политика и об этом занимают свою деятельность, о том, Мы убеждены, что пассивность наших коллег и мобилизаций которые с апреля прошлого года не проводили каких-либо раундов триллионов является Нидер Кристина. Мы уверены, что как этот табату, по-своему муниципалитету, который не может избежать в Сурии с апреля, Амар Марфул. Если постоянно оглядываться на протоколизмную позицию так называемой гербриятской группы, то можно вообще никогда не приступить к сирийскому регулированию. Мы, кстати, приглашали представителей армянской группы в Москву. Они вроде бы собирались поехать, но затем опять стали приводить аргументы, согласно которым они должны с нами контактировать самостоятельно, а не в рамках всех прогрессивных апрелятических сирийских оппозиционных групп. И мы должны посмотреть на риад, потому что если мы продолжаем это, то мы не сможем выбирать политическое действие. Мы, в ответ, провели джану от ваших семинах, которые избирают этого обращения. Но первым, мы смогли talk в этой джанке ын нужно с абонементами, но мы планируем применять удовольствие. Мы не будем джути от жертвований в Сурии, но мы не можем не papers, это не мы специально речь. РИАД постоянно выдвигал какие-то требования относительно тех условий, которые необходимо выполнить для начала переговоров, хотя в резолюции 2254 никаких условий не предполагают. Они, в частности, говорили, что нельзя садить за стол переговоров пока идут боевые действия. Вот сейчас боевые действия прекращены, действует режим перемирия, поэтому разговоров у них больше быть не должно. Так что мы надеемся, что ООН больше не будет затягивать с раундами обстоятельств. Поэтому мы надеемся, что в таком раунде нужно перестать ходить вокруг Деокола. Поэтому необходимо сконцентрироваться на рассмотрении конкретных вопросов, которые соответствуют повестке дня, которая обозначена в резолюции 2254, включая работу на конституцию. Вопрос к проекту Конституции, который был распространен на встрече в Астане, ходит много приватолков. Вот хотел бы в очередной раз, надеюсь, последний, внести мне этот вопрос с ясностью. В проекте Конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые нам излагали и представители правительства. И представители оппозиции, включая всех здесь присутствующих, в течение последних нескольких лет. Все это время, что мы находимся в контакте с целью найти выход из Сирии в Грязь. Таким образом, мы находимся в контакте с целью. Кто-то из оппозиционеров на днях сказал, что конституцию должен писать только сам сирийский народ. Этот проект сравнил с конституцией, которую Ираку навязал Пол Брэнер, представитель США, который фактически был генерал-губернатором. Это очень интересная позиция, потому что в Ираке речь было именно об оккупантах, которые написали конституцию. И в качестве абсолютно бескомпромиссного текста она была нагадана иракскому народу. И это очень интересная позиция, потому что в Ираке речь идет о предложении, которое передано на рассмотрение самим сирийским странам, без каких-либо попыток что-либо навязать. Мы убеждены на опыте последних, наверное, уже почти пяти лет, что если не положить на стол конкретные предложения, мы так можем никогда и начать конкретную работу. И рассчитываем, что все зелийцы в рамках подготовки к Женевской встрече ознакомятся с этим проектом. И он будет стимулировать практическую дискуссию ориентированную на поиск общего согласия, как того и требует Женевской комитет. И мы находимся на связи с этим проектом. И мы находимся на связи с этим проектом. И мы можем сделать это на связи с этим проектом. который, из-за того, что он должен быть важным, который приведет к стране сурирования, в отношении к стране, в отношении к стране, и это то, что принадлежит к стране.